Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы приготовили вам первоапрельский сюрприз. Надеемся, что вы от души повеселитесь, потому что без смеха об этой талантливой, умной и красивой женщине рассказать не получится. Итак, Нинель Конде. Женщина, которая всегда в центре внимания, а, другими словами, в центре тайфуна, потому что вокруг нее вечно бушуют страсти-мордасти. Она актриса, известная по сериалам «Словно в кино», «Мятежные сердца», «Огонь в крови» и «Море любви». Певица, номинировавшаяся на премию латинского Грэмми. Но не ее, с позволения сказать творчество, привлекает к ней пристальное внимание прессы и публики. Творчества там никакого нет. Уж извините за горькую правду. Внимание ей обеспечивают постоянные скандалы, многие из которых мадам Конде сама и генерирует. Ну, сначнем. Родилась наша героиня в 1970 году, то есть на сегодняшний момент ей 41 год. И мы не случайно заостряем на это ваше внимание. Дело в том, что сама Нинель уверяет, что ей всего лишь 34. Причем 34 ей уже несколько лет. «Это просто волшебство какое-то». Не иначе она открыла рецепт вечной молодости или нашла способ растянуть время. Но Нобелев Капаней точно плачет, это факт. Хотя, думаю, она действительно открыла секрет вечной молодости. Скальпель, он называется, и силикон с ботоксом. Поработали на дне хирурги на славу. Из плоскогруды и, пардон, плоскопопы, страшилки с довольно внушительным носом, нависающим над тонкими губами, сделали из нее хирурги мечту прыщавых подростков и папиков, у которых из эротических зон остался только один кошелек. Сама Нинель с пеной у рта уверяет, что так оно и было, что никаких операций, что все-все свое, все само отросло путем неустанных физических упражнений и от огромадной духовности. Так сказать, внутренняя красота наконец-то вылезла наружу, как повидло из пирожка, да так там и осталось. Ой, одна беда! Вот не верит никто в эти метаморфозы. На родине Нинель даже ласково прозвали «Шишель Силиконде», что отражает всю степень недоверчивости местной публики. Ну, наверное, и глаза у народа есть. Ну, вот сами полюбуйтесь, какое оно было и какое оно стало. Некоторые издания даже пишут, что у Нинель – редкое психическое заболевание, которое выражается отвращению к собственному телу и стремлению его переделать. Ну, а что? Вполне возможно столько операций перенести, может, или мазохист, или человек абсолютно в себе неуверенный. Только ведь проблемы теперь у Нинель не шуточные. Избыток силикона действительно просится на выход. Один раз у нее лопалась левая грудь, и она была вынуждена пропустить очень важное светское мероприятие. Представляете? Если бы это вымя, простите, грудью это сложно назвать, так вот, если бы это вымя рвануло наружу, прямо там, вы вообще представляете, что было бы? Ужас! А потом начались проблемы, пардон, с задницей. Нинуля по причине любви к мощным формам извояла себе такую пятую точку, что ее смело можно назвать рюкзаком. Так вот, этот рюкзак и прохудился. Ох, кроме того, тонкие ножки звезды не гармонировали с громадным крупом, а иногда наша певица и актриса просто теряла равновесие. Мы уже не говорим о целлюлите и деформирующемся подбородке. Это просто мелкие неудобства на фоне текущего зада. Нинель была вынуждена залечь в больницу на гарантийный ремонт, а всем рассказывала, что у нее редчайшая форма цистита и трагическими подробностями про проблемы своего мочеиспускания изрядно насмешила публику. Народ говорил, что Нинель наконец-то прочитала статью в Википедии, но пересказать ее не смогла. Вообще про ее мыслительные способности нужно говорить отдельно. Девушка регулярно выдает очередную порцию таких идиотизмов, что возникает резонный вопрос. А она на самом деле такая феерическая дура или прикидывается? Начнем с того, что она рассказывает, что прекрасно владеет английским, но не в состоянии выучить слово «самберн», перекроив его в «самберн» и получив от восхищенной публики новое имя – «Мимель Комде». Дама не в силах запомнить аббревиатуру «USA», переделав ее в «USB». Ну, а какая разница же? Действительно. Главное, «Версачи» с «Шанель» не спутайте, а все остальное. Но апофеозом было ее высказывание про ужасное Сурими, постигшее жителей Юго-Восточной Азии в декабре 2004 года. Как вы понимаете, наш супермозг имел в виду цунами, а не эту японскую жратву. Ну, а про то, как Нинель похоронила Барака Обаму, без слез говорить просто нельзя. Перепутала наша умница двух человек – Усама Бен Ладена и президента США, народу которых не применило принести свои глубочайшие соболезнования. Ну, сами понимаете, народ бился в корчах от смеха, представив себе, как американский спецназ мочит собственного президента, а госсекретарь радостно ржет над этим известием. Ну, после этого конфуза Нинель решила просто уйти из Твиттера, ну, чтобы не позориться дальше. Ну, правильно, людей-то надо пожалеть, ведь полупаются от смеха. С личной жизнью у Нинули все очень запутанно. Среди ее ухажеров был Хорхек Уваджи, который всегда выбирал свететок покрасивее, чтобы компенсировать свою незаурядную по отвратности внешность. Кстати, его физия после n-ного количества пластических операций превратилась вот эта. Ох, Нинуля, и доиграешься ты с этой пластикой. Ну, а далее последовало замужество с актером Ари Телчем, которого она увела у Лорены Рохос, и от которого родила дочь Софию. Брак быстро кончился, так как Ари ей изменял и по ее рассказам распускал руки. Дочь его очень любит и даже хочет покинуть свою добренькую мамочку и уйти жить к папеньке. Злые языки утверждают, что все алименты, которые Ари выплачивает на дочь, Нинуля тратит на пластику, а вот ребенку ничего не остается. Ай-яй-яй, Нина, Нина, чего творишь? Чего творишь? Ну, а потом у него был страстный роман с другим красавцем Хосе Мануэлем Фигероа, который тоже наставлял Ярага. Девушка не выдержала таковского обращения и ушла от него. Обида до сих пор не прошла, а недавно она в одном из интервью вспоминала бывшего всякими хорошими словами. Самым добрым, из которого была бабоник. Ну, а потом она вышла замуж за бизнесмена Хуана Сепеду, про которого пишут такое, что волосы на голове шевелятся. Это просто песня. Оказывается, наш верный супруг практически двоеженец. Появилась женщина, которая утверждала, что он с ней не разведен. Потом появились статьи о его странном бизнесе, его обвиняли чуть ли не в наркоторговле и писали, что на территории Штатов ему лучше не соваться, иначе его арестуют. Потом появились материалы о том, что бизнес приказал долго жить, и Хуани-то теперь просто менеджер супруги, бизнес которой тоже срочно начал дышать на ладан. Анинель стала ходить в суд, как на работу. Она кругом должна и музыкантам, и бывшему импресарио, и звукозаписывающим фирмам и ее уволили с американского канала «Ля Эстрея» за неисполнение контракта. Да и с Хуани-то любовь прошла, да и помидоры завяли. И знающие люди поговаривают, что скоро они разведутся. Ой, не переживай, Нинка, прорвемся. Да ничего, найдет она себе очередного крокодила с деньгами. Этот, видно, уже совсем поиздержался. Да какая уж эта любовь-то без денег. Да и неудачный он какой-то этот муж. Ну и, наконец, еще одна ипостась нашей умницы и красавицы. Ее пламенная страсть к скандалам. Нинель периодически устраивает показательные выступления со слезами и возделыванием рук к Всевышнему. Уже на съемках «Огня в крови» она пересобачилась практически со всеми актрисами. Селизабет Тальварес и Норой Салинос. В обоих случаях Нинель во время съемок устраивала истерики и отказывалась сниматься из-за грубого снеобращения. Кроме этого, у нее были конфликты с Расселя Арамбула, Нюркой Маркос и Сусанной Сабалетто, которая прямо высказалась, что Нинель никто и звать ее никак. И что самой Сусанне не нужен ни силикон, ни скандалы, чтобы на нее смотрели. Вот так вот, Нин, учись. Но главный свой скандал она закатила на съемках «Море любви». И предметом этого представления был Марио Симарро. Отношения между Нинель Конде и Марио Симарро испортились скоропостижно, без объявления войны. Сначала они вполне дружелюбно общались, а потом у Нинель в голове шутом замкнула, и она заявила о физическом насилии над ней в время съемок. И подключила своего мужа и парочку борзописцев в лице Пепило Оригеля и Максим Вудсайт, которые с удовольствием поливали противного иностранца отборной грязью. Когда фаны Марио обеспокоенной порцией негативных материалов прессе обратились к виновнику торжества, тот ответил, что ни слова правды во всем этом нет. Кроме того, ему самому слова не дают, предпочитая выслушивать только одну сторону. Оказывается, во время съемок режиссер попросил Марио вытолкнуть Нинель, так как это было нужно, чтобы показать накал чувств. Ну, еще называется режиссерский замысел. В общем-то, это нормальная ситуация на площадке. Ну, а Нинка, по всей видимости, не в курсе актерского мастерства, режиссуры. Ну, да ладно, господь с ней. Ну, и Нинель, видимо, не предупредили об этих обстоятельствах, так как на площадке, по выражению Марио, царил легкий хаос. Они сняли сцену, обнялись дружески, а потом Нинель вдруг поняла, что ее обидели и заперлась в грим-йорке до конца рабочего дня. На следующий день она уже давала интервью и расписывала, как пострадала морально и физически. Фан и Марио обратились в ряд изданий и с его разрешения опубликовали его объяснение происходящего. Это был для Нинель настоящий сюрприз, так как Марио до сих пор никогда не вступал в подобные выяснения отношений, на что, вероятно, расчеты был. Но, увы, что-то не так они посчитали. Его слова выставили Нинель в невероятно смешном свете, так как сразу же начала циркулировать пленка со сценой так называемого грубого обращения, и народ просто помирал со смеху и язвил, что силикон пошел нынче некачественный. Надо с ним нежно обращаться. Что интересно, на презентации новеллы Нинель не только не выглядела обиженной, но и постоянно лезла к Марио с поцелуями. Из чего? Кое-какие издания сделали вывод, что она к нему явно неравнодушна. А к Новому году Нинель решила пойти по проторенному пути и опять обрушилась на Симарру, так как он, противный, не обращал на нее никакого внимания. В январе она настучала Максим Вудсайт, что Марио опоздал на съемки и выкатила все самые грязные сплетни про него, какие только смогла достать. Причем привлекла и Лорену Рохас к этому славному делу. Он не среагировал. Тогда она решила, что во время съемок сцены, где у Марио забинтованы руки, он показывает ей неприличные жесты. Ну, сами понимаете, слезы, вопли, адвокат и муж на съемочной площадке, интервью разным средством информации. Ну, как всегда, он меня обидел, у меня на нерве почвы колит, ну, понос, скажем прямо, у меня на силиконе синяки. Ах, Марио не стал влезать в разборки, а просто дуру проигнорировал и правильно сделал. Единственное, что он о ней сказал, было достаточно уничижительным. Сказано было примерно так, если у человека нет таланта, то он начинает привлекать себе внимание другим способом. Бог ей судья, а мне этой ерундой некогда заниматься. Ну, что же, Нинель, дама, конечно же, живописная, но не всегда внешняя красота сопутствует таланту, уму и достоинству. Может быть, лучше подправить что-то не во внешности, а в характере, ну, хоть немного. Вот и все на сегодня. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok